Фанфары Духового оркестра правительства республики заиграли на вершине горы Мюнгюн-Тайги. Духовики вместе с альпинистами одолели наивысшую точку Тувы и исполнили композицию, посвященную столетию ТНР. О том, как артисты взбирались на гору, рассказал директор Духового оркестра правительства Тувы Артур Дулуш. Наш эфир продолжит рубрика «Интервью дня». Здравствуйте, Артур Дартакович. Здравствуйте. Совсем недавно Духовой оркестр поднялся на вершину горы Мюнгюн-Тайги вместе с альпинистами. Фанфары впервые прозвучали на высоте 3976 метров. Расскажите, чья была идея? Идея такая у нас всегда коллектив в таких совместных обсуждениях рождается всегда идеей. И это года два назад было все это. Начало было просто поход на священные наши места, как бы коллективом, да, во время отпуска. Давайте, ребята, организуемся там семьями, это все-таки коллективизм, такой культурный поход. Может, мы же со всех разных районов, и такие мы такие, можно это сделать. И эта идея превратилась в такой проект. А проекты, инициаторы проекта были альпинисты «Семь вершин Тувы». Это во главе Крыса Марьяной Хозловной. Она выиграла у нас во время выступления в Арбате. Викторину проводили. Это открытие было у нас. И она выиграла у нас на вопрос в викторине, выиграла вымпел. Маленький вымпел, наш оркестровый подарок был. И она в этот год поднялась Эльбрус со своей командой. И она там флагом нашим, со всеми подписями. Она приехала и пригласила нас в гору Дагей. И официальное вручение было. И потом она вот этот проект подала, президентский грант. И вдруг, вот недавно буквально, она сообщила, что этот грант прошел. И у нас так получилось, что совсем мало времени осталось. У нас еще по проекту три вершины. Это была, ну, третья была Мингундайга. Но мы все это переставили, потому что время не ждет. Холода наступает. И Мингундайга получилось первым. А сейчас у нас остается Тандуула и священная гора Хайракам. У нас должны быть съемки и музыка на высоте. Вот этот проект вот так называется. Скажите, тяжело было подниматься на гору Мингундайга? Ну, могу сказать, совсем не тяжело. Но в действительности было тяжело. Артисты, благо, что мы занимаемся спортом. И у нас такое физическое состояние нормально было. Из 12 человек, артистов, поднялось 10 человек. Это хороший результат. Эксессов таких не было. Все благополучно поднялись и спустились. То есть у некоторых участников был опыт? У нас сопровождали клуб 7 мерчин Тувы. У них альпинисты. А у нас, как мы Тувинцев, все горы ходим. Опыт такой только. И все. Допустим, на Доге. На Доге, да. Пару раз ходили. Но физика хорошая у нас. Физическая подготовка. Я знаю, что восхождение еще приурочили к столетию ТНР и 75-летию альпинизма. Да, это проект подразумевает столетие. Подсвящается столетию нашей республики и 75-летию. В проекте сам описано. И в проекте должны быть концерты в глубинках. Все это совместно, совокупность, вот такой проект. И этот проект по баллам. Очень хорошие баллы у этого проекта. 79 баллов. Думаю, будет продолжение этого проекта. Очень интересно было. Действительно, очень интересно. Мы давно хотели этого. Не то, что мы хотели сказать этим, что мы хотим сыграть на высоте. Нет. Этот проект подразумевает то, что мы хотим зайти в гору. А потом попробовать там сыграть. Вот это второстепенное. Обыватели или скептики говорят, что такое там, зачем это. Такие вопросы. Это для нас, во-первых, надо. Для нас, для самих. Мы жители Тувы. Мы должны любить свою родину. Знать, что у нас такие красивые горы. И вот такой смысл. У вас вместе с альпинистами было 16 человек. Расскажите, как вы сбирались на гору? Как долго сбирались? Инструменты как несли? Сколько инструментов было? Какие инструменты? У нас группа из духового оркестра с шоферами вместе, которые оставались внизу. 16 человек. 12 из них – артисты, которые музыканты. Один фотограф, два фотографа и шофер. Пошли на штурм, как говорится, на штурм горы. 13 человек. Из них трое по дороге, по состоянию здоровья, высота все-таки, остановились. И это не то, что приветствуется, но это правильно. Здоровье главнее в этой ситуации. И они остановились. И альпинисты спускали. Останавливались. И один альпинист должен был спустить, с которым недомогание у человека. Они должны спустить артистов. И у нас 10 человек поплошно прошло, и 3 альпиниста. А само восхождение, допустим, про горы? А горы считаются тоже сложным маршрутом, как я слышал. Но практика у меня только одна была. И поэтому альпинисты говорят, что это сложный маршрут. Очень сложный маршрут. Там скалы, и песок, и сыпучий, и снег, и летний икс. Очень сложные связки были. У нас инструменты из Красноярска взяли, попросили. И одежду покупали прямо перед проектом. Все в единой форме. Вот так. Сколько часов заняло восхождение? Ну, восхождение у нас, наверное, средний. Такой средний темп, наверное, это лучше альпинисты скажут. Но у нас рано-рано утром 6 часов вышли на гору, пошли штурмовать. Спустились за 11 ночи. Вот так вот такой. Днем где-то 3 часа мы были на вершине. Ну, 20-30 минут мы там организовали музыку. Помолились. Священная гора. Помолились. И вот организовали музыку, и потом спустились. Какая температура на вершине? На вершине около 20 градусов. 15-20 градусов на вершине. Вечная мерзлота. Ледник. Там холодно. И то, что не получилось у нас, маленькие инструменты мы смогли отогреть. Большие инструменты там, получается, очень сложно отогревать. Почему? Потому что объем железа больше и примерзает конкретно. И мы вот этими газовыми горелками хотели отогреть. Самый большой инструмент туба называется басовая функция. Функцию играет. Ну, у нас это не получилось. Как ни старались. У нас был в таких случаях духовики используют спирт, как бы отогревать. Ну, в дальнейшем наработаем, разработаем. Всякие сейчас отогревающие, химические есть, порошки там, которые можно разогревать. И думаем, все нормально будет в дальнейшем. Ну, вообще, каково вам было играть на вершине? Ну, я сам не играл. Я только там немножко фотографировал, координировал. Ребята говорили, что нормально. Нормально. Сыграли. Особых трудностей не чувствовали. Наверное, они молодые, поэтому так. Впереди у вас еще предстоит Тан-де-Ула, Хайракан. Да, по проекту у нас Хайракан, гора Хайракан и Тан-де-Ула. Думаем, в этом месяце до наступления холодов, предварительно сделаем проект и отчитаемся. А на этот раз как вы планируете взбираться? В составе с каких участниками? Ну, основной состав вот это будет. 12 человек. Думаю, ну, еще раз надо переговорить с ребятами. Если в них отпало все это, дух отпало, не хотят, но не будем заставлять людей. И все разговариваются, переговориваются вот так. То есть, скорее всего, на этот раз вы большие инструменты брать не будете из-за холодов? Думаем, нет, будем брать. Почему? Потому что все равно надо вот этот полносенный, должен полносенный состав, как бы, да, 12 человек. Или 7-8 человек должно быть. А у нас там получилось 3 трубы, волторна, барабан. Вот так, вот такой состав был. У нас по музыке, честно говоря, половинчато получилось. Половинчато. Мы постараемся все сделать нормально. Но, тем не менее, какие фанфары прозвучали? Прозвучал знаменитый наш Тувинский марш. Автор Кайдан Дежкин. Это связано тоже с столетиями. Это наши предки, духовики, все играли этот марш. Получается, автор этой композиции марша, знаменитый композитор, который написал «Зведьте с кострами». Вот это связано с Россией, связано с нашей историей. Столетия, честно. Тувинский марш. Вы планируете тоже Тувинский марш на Хайракане и Тандаула? Ну, основное произведение будет Тувинский марш. Наверняка сейчас участники вовсе готовятся к восхождению? Ну, самый трудный этап мы прошли. Готовиться будем всегда. У нас каждую неделю спортивная подготовка идет. И вот, Хайракан, постараемся нормально, все 12 человек. Это был Ваш первый раз. Вот когда завершится проект, Вы планируете в дальнейшем тоже подобные проекты? У нас, у человека мечты безграничны. Выше гор только гору, как сказал знаменитый наш поэт Высовский. Постараемся. Если нам понравится, дальше пойдем. Но я думаю, нравится уже ребятам все. Артур Дарзакулович, спасибо за интересную беседу и спасибо, что пришли. Спасибо Вам, что пригласили. Очень приятно рассказать наши впечатления. На этом у меня все. Меня зовут Алма Аандар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok